Всем привет! Скоро чемпионат мира в России и всем интересно, кто же выиграет этот турнир. Вот ты, Арман, как думаешь? По-моему, выиграет сборная Аргентина и вместе возьмут свой титул со сборной. А я склоняюсь к сторонам Франции. Друзья, это проект «Футбольные дебаты», и прежде чем мы начнем, хотелось бы вам объяснить, что же это такое. Дебаты – это публичный спор, обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. У нас будет одна общая футбольная тема, у каждого своя позиция, и каждый будет аргументировать свою позицию. Итак, поехали! Сейчас Аргентину принято критиковать, но помните чемпионат мира 2014 года, там команда Сабелия одержала 5 побед с минимальным счетом и вышла в пенал по серии пенальти. Второй аргумент – это Хорхе Санпаули, тренер, который может ставить игру, а прессингом его команд сам позавидовал бы Юрген Клоп. И сами игроки Аргентины – Икарди, Агуэрро, Игуаин, которые могут разорвать любую команду. Третий аргумент – это Лео Месси. В 2016-м Лео Месси ушел из сборной, но вернулся лишь для того, чтобы взять титул со сборной. И это его последний шанс. По-моему, выиграет Франция. Почему именно Франция? Да просто потому, что нет других претендентов. Герои Аргентины 2014 года – Ромеро, Роха, Димария, Гарай – все они сидят в запасе. Лукас Белли не нашел место в Милане, а Маскерана вообще уехал в Китай. А вся команда строится через Лео Месси. И если у Гнома что-то пойдет не так, то провалится вся команда. Англия и Испания хороши, но их победа верится с трудом. Германия уже Дешам обыгрывал на Евро 2016, а у лидеров типа Кросса, Азила, Мюллера наблюдается спад. В Бразилии очень хорошо, но мы все же знаем, что французы любят и умеют обыгрывать ментокампионов. Второй аргумент – это состав сборной Франции. Практически у сборной Франции есть как минимум два высококлассных игрока на каждую позицию. А игроки – Леорис, Урзава, Умтити, Богба, Канте, Фикир, Мбаппе – все они просто проводят космические сезоны. И третий аргумент – это сборная Перу. Дело в том, что перуанцы всего четыре раза участвовали на чемпионатах мира. И в каждый раз попадали в группу с будущим чемпионом. В 30-м году с Урбаем, в 70-м – с Бразилией, в 78-м – с Аргентиной, в 82-м – с Италией. А в 2018-м она попала в одну группу с Францией, Австралией и Данией. Всем спасибо за просмотр. И пишите, кто же станет чемпионом чемпиона мира – Франция, Аргентина или вообще другая сборная. И самое главное – аргументируйте. Всем пока. Пока.